МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Художественная выставка начинающих авангардистов работает в Чите, а ней в середине Земли. Ликвидация финансовой безграмотности в Улан-Удэ. Подробнее сегодня в программе. В Монголии проходят мероприятия, посвященные жертвам политических препрессий. В эфире международный информационный выпуск «Середина Земли». По традиции начнем с новостей Забайкальского края. О них вам расскажут корреспонденты из Читы и я, Вера Асадулина. Здравствуйте! Два десятка молодых забайкальских художников, скульпторов, фотографов и представителей других направлений авангардного искусства представили свое творчество в Читинском музейно-выставочном центре. Там прошла презентация проекта «Мост через реальность». Во многом это попытка гармонично соединить, казалось бы, несовместимые вещи, либо найти новое содержание, новые образы в знакомых предметах. Если присмотреться, то футуристичного вида кованые рыбы и членистоногие распадаются на замки, заклепки, лопасти винтов и старый кофр от бобин с пленкой. Разноцветные механизмы в стиле бетловской Yellow Submarine на поверку знакомые всем с детства аппликации. Только в глазах авторов эти привычные предметы обретают иной смысл, служат выражением их идей и мыслей. Хотя, по словам молодого забайкальского художника Дмитрия Куйдина, не всегда нужны большие эксперименты с формой. Свои произведения он создает в классической манере, близкой к соцреализму. Здесь картины я представил достаточно мрачные и темные, но я хочу, чтобы этими картинами все-таки зритель посмотрел на них и задумался, а нужна ли ему такая жизнь. И чтобы он все-таки стремился не к этому, а каждый свой день начинал с улыбки, чтобы дарил хорошее настроение себе и своим близким, и просто прохожим на улице. С классической живописи начались и творческие поиски для еще одной из участниц моста и нашей коллеги Анны Хвостовой. Бытливого ребенка родители отдали в художественную школу, но, говорит, не хватило усидчивости. Так постепенно кисть уступила место фотоаппарату. Первым стал казавшийся в детстве гигантским советский зенит. Все, что раньше хотелось зарисовать, теперь можно было запечатлеть на фото. По словам Анны, обычно свои работы никак не объединяло, и только перед выставкой нашла в них некую общую идею, связующую нить. Те, которые пять работ, они называются мыслеобразы. И рассказывают о том, что бывает у человека иногда в душе. Ну, как я это вижу, по крайней мере. Настроение, переживания. В работе на ножах это человеческие отношения, ну, в паре отношения. Когда люди, наверное, приходят к какому-то апогею. Ну, когда накануне расставания что-нибудь такое. Вот когда вроде друзья, а вроде и враги. По словам организаторов, главное не только в том, чтобы показать молодые забайкальские таланты, дать им площадку для самореализации, но и собрать их вместе. Ведь в рамках моста уже не в первый раз рождаются самые неординарные дуэты и новые проекты. Антон Матушевский, Анатолий Тюльнев. Середина земли. Забайкальский край. В Лануде пройдет международный финал фестиваля любительских фильмов «Рыбий глаз». Его главная цель – укрепление добрососедских связей между странами и показ многонациональной культуры мира. В фестивале примут участие телекомпания из Японии, Монголии, Кореи, КНР и России. Конкурсная комиссия фестиваля просмотрела уже более трех тысяч видеофильмов из разных стран. Вскоре определятся победители. О программе международного финала фестиваля подробнее наши коллеги из Улан-Удэ. На связи Булат Цитанышеев. Здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, коллега. Отмечу, что за всю историю фестиваля в нем приняли участие свыше 20 тысяч авторов из Кореи, Китая, Монголии, Японии, десятков городов России, от Москвы до Владивостока и стран СНГ. Лозунг фестиваля «Смотри на мир широко» перекликается с названием. «Рыбий глаз» или «фиш-ай» – это термин, известный каждому телевизионщику как сверхширокоугольный объектив. Ну а программа фестиваля будет очень насыщенной. Гости увидят мультикультуру Бурятии, как одного из самых привлекательных туристических регионов страны. Например, на центральной площади Улан-Удэ устроят танцевальный флешмоб, а на берегу Байкала проведут шаманский обряд и станцуют бурятский танец «Йохор». В общем, впечатлений будет очень много. Ну а теперь к другим событиям. Школьников Улан-Удэ учили правильно зарабатывать деньги. Уроки финансовой грамотности прошли в 15 школах столицы Бурятии. Студенты в СГУТУ, а это без пяти минут финансисты, рассказали юным горожанам, как нужно распоряжаться своими финансами. Ну и думаю, такие занятия будут полезны всем. В этом убедилась моя коллега Елена Темникова. С выбором будущей профессии нам жил, пока не определился. Зато юноша уверен, кем бы он ни стал и сколько бы ни заработал, но финансами будет распоряжаться правильно. Правда, пока у него это получается не очень. Я зарабатываю в основном. Если заработаю, тогда с друзьями погулять, может, новый телефон купить. Это вроде все. Осилить покупку технической новинки может не каждый, поэтому многие выбирают кредит. Кстати, Бурятия первая по закредитованности населения среди субъектов страны. Получить здесь и сейчас – вот он лозунг 21 века. Бороться с ним вызвались педагоги и студенты ВСГТУ. Вот уже пятый год они вкладывают в умы школьников финансовую грамотность. Цель уроков – показать ребятам, что значит быть финансово грамотным человеком, как важно вести личный финансовый план, то есть управлять своими доходами, расходами, также ознакомить их с финансовыми инструментами, финансовыми услугами и теми рисками, которые могут их постерегать на финансовом рынке. В кризисное время такие лекции очень важны, считают организаторы. На уроке рассказали, как правильно планировать семейный бюджет, как сделать выгодный вклад и многое другое. Намжил с легкостью освоил эту грамоту. После этого урока я составлю себе план, начну деньги больше беречь и вкладывать в свое будущее. Лекции по финансовой грамотности проводятся ежегодно для учеников 10-х и 11-х классов. Они станут для ребят еще одним напутствием перед шагом во взрослую жизнь. Бурятия в числе лучших туристических регионов России. Таковы последние данные Ростуризма. И не случайно в нашей республике проходит большой форум «Неделя туризма в Сибири». По сути, это уникальная площадка, где воочию туроператоры могут увидеть то, что предлагают своим клиентам. А для Бурятии это еще одна возможность. Заявите себе как о самом привлекательном регионе страны. Все подробности у Руслана Батуева. Мероприятие подобного формата проводится у нас впервые. В нем принимают участие свыше 200 человек из пяти стран. КНР, Монголии, Польши, Южной Кореи, Японии и 18 регионов России. Все они обмениваются опытом по продвижению региональных туристских ресурсов. Бурятия тоже смогла удивить. Буквально вчера мы были в Новоселингинске. Впечатлило все. Абсолютно все. Небольшое село, но такой потенциал исторический и подход к решению проблем значимый. Я уверен, что за малыми городами, историческими городами, за малыми селениями будущее турпродукта. И в этом отношении в Бурятии есть определенный шанс и есть преимущество перед другими регионами. Собственно, для того, чтобы в полной мере развить весь туристический потенциал Бурятии и сибирского региона в целом, и проводится подобное мероприятие. Более того, сегодня республиканские и городские власти подписали соглашение о вступлении в Ассоциацию «Сибирский тракт». Она специально создана для развития направлений туризма именно в Сибирь. На данный момент в Ассоциации вместе с Бурятией пока пять регионов. Но это только начало. Главное в этом соглашении является то, что правила унифицированы. И туристы, которые двигаются по этому маршруту, они пользуются определенными приоритетами. Вы, наверное, слышали на конференции, говорили о дисконтных картах, сибирский тракт и так далее. То есть наши туристы могут пользоваться именно этими преимуществами. Темой сегодняшнего пленарного заседания стал проект «Великий шелковый путь». Сегодня мы провели огромное исследование на эту тему, чтобы выявить основные точки, по которым проходил шелковый путь, основные исторические моменты. И здесь нашим главным партнером является, конечно, этнографический музей Санкт-Петербурга. Огромное исследование сделано в этом направлении. Сегодня мы уже приступили к формированию конкретных маршруток. Первый маршрут уже запущен. По северокавказскому отрезку шелкового пути отправился чайный экспресс. Бурятию также планируют включить в этот международный проект. Мэр города Улан-Батор Эрденин Батуул посетил Бурятию с официальным визитом. В рамках визита он встретился с главой Бурятии Вячеславом Наговицыным. Все подробности нам расскажет моя коллега Эрденаням Пуревдош из Монголии. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. В ходе встречи стороны обсудили возможное сотрудничество в сфере экономики, культуры, образования и здравоохранения. Мэр столиц Монголии предложил создать в Улан-Удэ Центр культуры и информации Улан-Батора. Также был заключен меморандум о сотрудничестве между префектурой Чингалтэй Улан-Батора и советским районом Улан-Удэ. Ну а сейчас о самых интересных новостях столицы Монголии расскажут мои коллеги. В Монголии 20-й раз отмечают День памяти жертв политических репрессий. В этот день президент Монголии Цехиагин Албакдош, спикер ВГХ Энхболт и другие официальные лица возложили цветы к памятнику репрессированных. Впервые репрессии в Монголии начались в 1922 году делами затронувшие всё население Монголии, включая высших руководителей МНРП, буддистское духовенство, интеллигенцию и зажиточных аратов. Это стало самым трагичным периодом в истории Монголии 20 века. В 1888 году при ЦК МНРП была учреждена комиссия по реабилитации, которая начала проводить работы по реабилитированию граждан. Монголия отмечает 20-летие с тех пор, как начали выражать дань уважения памяти жертв политических репрессий. После 1922 года репрессиям подверглись 31 тысяча граждан, выдали компенсацию детям и родным 18 тысяч граждан. В церемонии возложения цветов участвуют и дети, и родственники безвинно репрессированных граждан. Хотя после 1988 года комиссия по реабилитации выдаёт одноразовую безвозмездную помощь и решает их социальные вопросы. Но, как заметили родственники репрессированных, эта помощь не доходит в полном объёме для более чем 30 тысяч граждан. Хотел бы пожелать у государства, чтобы мне добавили на мою ежемесячную пенсию. Я получаю пенсию в размере 200 тысяч тугриков. Хотела, чтобы помогли мне в получении квартиры. Хотела, чтобы на осенней сессии ВГХ депутаты обсудили вопрос о компенсации граждан. Родственники репрессированных пожелали, чтобы в этот день не только возлагали цветы, но и оказывали постоянную поддержку детям и по мере возможности внукам этих граждан. Ценсурен Энхпелек, Середина земли, Монголия. На средства госбюджета частично модернизировали технику и оборудование службы по чрезвычайной ситуации в Монголии. Общая стоимость закупленной техники и оборудования составляет 6,6 миллиардов тугриков. Сумма в 6,6 миллиардов тугриков – большая сумма, но для полного обеспечения технической модернизации службы по ЧАЭС сумма необходимая. Для того, чтобы заработать на полную мощность, потребуется дополнительно более 200 миллиардов тугриков. Сегодняшняя поставка оборудования и техники поможет нарастить производственную мощность на 10%. Представители отраслевой организации отметили заинтересованность в дальнейшем повышении потенциала службы по ЧАЭС. «В пожарной части должны работать 91 сотрудников, но на данный момент работают только 50. Когда начнётся рост экономики нашей страны, мы намерены увеличить штат и работать на полную мощь». Правительство Монголии вынесло решение на средства банка развития в 2015 году выделить 20 миллиардов тугриков на покупку необходимой техники для проведения спасательных и противопожарных работ, пожарные автомобили, оборудование, спецодежду для укрепления материальной базы. В рамках этого службе по ЧАЭС вручили часть необходимого оборудования и техники. «Недостаёт техники и оборудования. В этот раз получили автомобили для спасательных работ и автомобили для перевозки воды». «Стараниями руководства службы по ЧАЭС нас обеспечили дополнительной техникой». Кроме этого, необходимое противопожарное оборудование и технику получат и Главное управление по охране границ заповедники Бокдоул Ханхинты. Представители этих служб считают, что это поможет в принятии оперативных мер по тушению пожаров. Это были новости Монголии. Спасибо за внимание. Ну а сейчас передаём слово нашим коллегам из Китая. Здравствуйте, коллеги. В студии Сян Джунай. На ближайшую минуту мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в КНР. Китайские предприниматели из провинции Хэлундян активно расширяют бизнес на российском рынке. Это стало возможным благодаря созданию промышленных зон за границей и укреплению инвестиционного сотрудничества между приграничными регионами Китая и России. О новых тенденциях расскажет наш корреспондент. Сотрудники промышленной зоны Юэцзин в Уссурийске заканчивают производство очередной партии кроссовок. 30 тысяч по обуви в ближайшие дни должен забрать заказчик из Владивостока. В год предприятие выпускает до 5 миллионов единиц продукции. По мнению руководства компании, перемещение производства непосредственно на место реализации товара поможет сократить логистические сдержки, снизит налоговое бремя и поможет лучше понять потребности целевого рынка. В дальнейшем бизнесмены планируют освоить производство высокотехнологичной продукции. Мы собираемся начать производство более технологичной продукции. Начнем с энергосберегающих ламп, а в этом году построим цех в 5000 квадратных метров. В следующем уже начнем само производство. Сейчас энергосберегающая продукция активно поддерживается правительством КНР. Существует ряд льготных мер, и к тому же можно получить кредит от государства. Промышленная зона Юэцзин далеко не единственный пример, когда хайлудзянские предприятия перемещают производственные силы на территорию соседа. Согласно подсчетам администрации китайской провинции, только один приграничный Суйфаньхэ вложил в экономику России миллиард 100 миллионов долларов США. Реализовано более 170 проектов в сельскохозяйственной сфере легкой промышленности и лесного хозяйства. Мы активно продвигаем сотрудничество с большими госпредприятиями для создания как внутри страны, так и за ее пределами производственных цепочек, а также реализации крупных проектов в других сферах. Одним из важнейших стало соглашение между Китайской корпорацией промышленности и информатизацией и российской компанией «Транзит-ДВ» о строительстве и эксплуатации объектов инфраструктуры порта Славянка. Китайская сторона вложила почти 800 миллионов долларов в строительство контейнерного терминала и организацию работы рейдово-перегрузочных комплексов, а также расширение дороги от морского порта до госграницы с КНР. Сегодня транспортный узел «Славянка» способен пропускать более 10 миллионов тонн ежегодно. С помощью него коммерческие грузы из северо-восточных провинций Китая можно отправлять по всему миру. Этот порт является важным в плане международной торговли. Его географическое расположение совпадает с китайской инициативой «Один пояс, один путь». К тому же ближайший естественный порт для провинций Хэйлундзян и Дзилинь. Славянка – основной выход в море для хэйлундзянских предприятий. И мы планируем, что в 2016-2017 году мы доведем грузооборот здесь до 15 миллионов тонн в год. Поэтому с нашим партнером мы будем строить автомобильные дороги, бизнес-центры, жилье в Славянке и развивать территорию. Эксперты уверены, углубление сотрудничества между приграничными регионами Китая и России имеет стратегическое значение. Уже в ближайшем будущем стоит ожидать создания регионального транспортного узла, который подтянет за собой местное производство, логистику и предоставит новые рабочие места. В Китае стартовал фестиваль российского кино. Он открылся в Пекине показом фильма «Битва за Севастополь». Представлять российские картины в столицу КНР приехал секретарь союза кинематографистов России Александр Герасимов, а также известные актеры, режиссеры и продюсеры. На открытие фестиваля побывали наши корреспонденты. Фестиваль российского кино по традиции проходит сразу в двух городах Китая с 8 по 14 сентября в Пекине, с 11 по 17 в Даляне. За время фестиваля покажут семь новых картин различной тематики и жанров – драмы, боевики и романтическую комедию. Организаторы намерены убедить китайского зрителя, что российское кино может быть одновременно масштабным, зрелищным и качественным. Каждый год мы проводим наш фестиваль и каждый год Главное управление по делам кино, телевидения и печати предлагает нам проводить показы российских фильмов в городе Пекин и в другом каком-то городе Китая, чтобы максимально показать, была возможность у китайских зрителей посмотреть российские картины. В программе фестиваля «Битва за Севастополь», «Единичка», «Батальон», «Поддубный», «Территория», «22 минуты» и «Любит-не любит». Фильмы покажут на русском языке с китайскими субтитрами. Открыла киносмотр лента «Битва за Севастополь». Картина рассказывает о жизни легендарной советской женщины-снайпера. «Я впечатлен. Мне понравился сценарий, работа операторов и актеры. Очень яркая роль у Юлии Пересиль, сыгравшей главную героиню. Не могу сказать, что я близко знаком с культурой России. Я видел не так много российских картин, но это смотрел с большим удовольствием. Думаю, я понял, что хотели сказать авторы». Специалисты уверены, каждый из привезенных на фестиваль работ найдет отклик в сердцах китайских зрителей. По мнению секретаря Союза кинематографистов России Александра Герасимова, этому способствуют давние добрососедские отношения между народами двух стран. «Мы прекрасно понимаем, что Китай не только самый, наверное, большой рынок, да, это что касается экономики, но у наших народов очень большая культурная традиция, очень большая история, мы живем соседи. И поэтому у нас есть огромное поле деятельности для совместных проектов, для показов фильмов друг друга». Сунь Юэ занимается переводами российских фильмов уже более 30 лет. Он также надеется на укрепление диалога между кинематографистами двух стран и желает всем картинам из России успеха на китайском рынке. «Первое кино, которое появилось в Китае после начала экономической реформы, как «Москва слезам не верит», «Вокзал для двоих», «Ассинемарфон», который мы с нашими учителями, да, умеется перевели. Ну, все и сейчас продолжим работу уже 30 лет». Традиция проведения кинофестивалей в Китае и России берет начало в 2006 году. С тех пор влияние и масштаб мероприятия постепенно расширяется. В мае аналогичные киносмотры прошли в Москве и Калининграде. Тогда в двух городах показали 8 китайских картин, в том числе и фильм совместного производства «Балет в пламени войны». У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok